Так, я ещё клаву, кстати, не ставила, я завтра буду записывать анбоксинг, она у меня лежит, мне так хочется её вставить. Не надо. Я креплюсь. Креплюсь. Креплюсь или креплюсь? Возьми себя в руки. Я беру свои сиськи в руки. А, ну хорошо, да, засти рукам, чтобы не беспаковывать квалиатуру. Я тоже так часто делал. Да, у тебя тоже есть сиськи. Ну как бы, да. Или ты чужие использовал. Они, правда, небольшие, жёсткие. Первый размер. Ладно, мы начинаем записывать. Всем мяу. С вами мобофилка Мира и Серёженька Онти. Да, это я. Мы играем в терру. Продолжаем играть в терру. Продолжаем играть в терру. Я всё ещё 14-й. Меня опередили. На целый уровень. Вот я хай. Всё равно, я уверен, что пока ты меня заметишь. Конечно, я тоже ПКшников мочила. Пока ты там отдыхал. И... Вот, теперь я уже отдыхал. А, где тут? Вот, друзьяшки, друзьяшки. Кидай, 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 быстрее, быстрее. Я изнемогаю от твоих друзьяшек. Сейчас. О, Серёженька, давай, ну когда же уже, ну давай, быстрее, быстрее. Ну, где, где, где? Я просто потерял до речи. Просто не... Как добавить? А, вот, нашёл. Теперь должно было прийти приглашение. Идти со мной по жизни. Так, приглашение. Ой, а что у меня ушло в одну? Ещё раз кинь. Сейчас. У меня как-то оно ушло. Убежало? Убежало. Я пыталась отключить скайп, и оно убежало. Всё. Теперь оно вернулось. Тебе пришло приглашение мочить сундуки. Это самое странное предложение в жизни, которое я получал. Но нет. Ну вот я тут уже сундуки помочила, тебе вот нужно их будет тоже. Я сейчас избиваю каких-то... Даже, может быть, я скажу их название. Ты далеко. А, кстати, ты лошадь взял? Мне лошадь дали. Нет, лошадь... Она в скиллах. Представляешь, может быть, она у тебя уже есть в скиллах, лошадь. Я её нашла случайно. Ну, скиллошадь. Я себе представляю дорогу приключений героя, у которой неожиданно появляется скиллошадь. Ну, она так и есть. Я вот уже на лошади скачу. Или я её, кстати, может быть, купила. Не знаю. Либо она у НПСа появилась, либо сразу появляется в скиллах. Нет. Ну, видимо, ты где-то её купил. Я её в скиллах у НПСа точно покупала. Она у меня вот после этого появилась. Ну, вот, к сожалению... Вот там же, где он продаёт скиллы обычно, там же лошадь. Я понял. Хорошо, хорошо. Давай быстрее. Да. Да-да-да. Давай быстрее. Я на льду вообще, если ты не видишь синие. Ну, я, блин, я пытаюсь как-то до тебя дойти и не могу найти место, как здесь проехать. По дороге приключений вот обойти всё это. Ай, я пытаюсь. Ну, это всё-таки не open world, это вот такие flow instances. Чё-то я тут не вижу, как тут пройти, что за хрень. А тут нету иногда прохода. Я уже это поняла. Я зависла, отстаньте от меня, гады какие-то на меня напали. Какие-то гадские кряклы. Кряклы. Честно говоря, я не представляю. Ну, вот. Кряклы в броне. Где-то утки в броне, это уже страшно для меня. У меня колбасит. Это скорее курица в броне, а не утки. Курица в броне, это ещё хуже. Представляешь, насколько это надо просто быть криворуким человеком, чтобы проигрывать курицам в броне? Я не проигрываю, я просто убегаю. А, тогда всё нормально. Я тоже от курицы убегаю. И... Я к тебе бегу. Я пытаюсь сделать этот квест, чтобы от меня отстали все эти лесные животные, которые неожиданно решили то, что я очень привлекательный для убийства. Сейчас к тебе хайпер бежит 15 левела. На лошади. И тебе поможет. Я знаю, я уже чувствую себя в шоколаде. Никто меня не убьёт. О, да, детка. У меня есть такой защитник. Ца. Няша-защитница. Да, маленькая. Да, ещё хуже. Ребёнок перерос будет защищать. Я чувствую себя униженным. Нормальный ребёнок. Я посмотрела в кастомизации, там нельзя меньше рост делать. Ты меня обманул жестоко. Всё-таки додумываюсь, посмотри в кастомизации. Я думаю, никогда этого не случится. Ага, значит, ты меня всё-таки обманул. А я не смотрела кастомизацию, я специально проверила сейчас. Всё, я тебя раскусила. Ага. Ага. Я не знаю, что ещё. Ага. Я тебя специально обманула, что обманул, что не обманул, что... Я не знаю. Я просто... Ага. Я специально тебя обманула, чтобы узнать, что ты меня обманул. Вот. Не обмануть, обманывая. Мой мозг, он кипит. Я что-то в какие-то дебри забегаю, я не могу понять, куда я бегу. Всё нормально. Не, ну вроде по дорожке какой-то странный. Странные дорожки, приключения. Ты, по-моему, бегаешь по кругу, судя. По-моему, я по значению тебя. Ты просто кругами, круги наворачиваешься. Не-не-не, тут дорожка просто по-другому никак. Тут кругами бегать нужно. Это GPS. Продай его. У лошади GPS нормально, у меня новая лошадь. Новая лошадь. Ты посмотри, это бока. Может они поцарапаны, может в аварии было. Трещин нету, значит всё круто. Трещин нету. Может меняли ногу? Представляешь, там было столкновение такое? Нога покоцанная, её взяли, поменяли и ты не видишь сейчас трещин. Ну слушай, я не могу МПСМ предъявить обвинение. Они могут только одну фразу произносить. Ну две, три максимум. О господи, я что-то не понимаю. А как здесь подняться? А, здесь не надо подниматься. Я уже удивился то, что мне нужно подняться на огромный цветочек. Точнее крибок. Я не знаю, что это такое. Круселька. Ты, Куриный, иди домой. Мяу, я и так долго отчёл ты. Как ты себе это представляешь? Я сижу где-то здесь в переходе на тротуаре, там я не знаю. Диносует диван у Куриной. Куриной диван. На котором ты спишь после того, как пробухаешься несколько дней. Спасибо. Это странная неожиданная информация, которую я узнал только что от тебя. Ты знаешь, никто не знает тебя лучше, чем я. Ты бухаешь, и ты там просыпаешься, и ты не пойми где. В это откровение о Тонте номер три уже получается. Да. Рассказанный устами Боба Фил. Который Монте не имеет никакого отношения. Как ты никакого? Мы с тобой целый один раз виделись. Этого достаточно. Остаточный эффект, да. Именно он. Всё, я бегу к тебе через Кентавров. Всё нормально. Хорошо, я подожду. У меня ещё есть лет пять. Не, всё круто, я почти уже. Жалко, телепорта нету к своим любимым игрокам. Ей. Ребята, которые смотрят это, не завидуйте. О, да. Кстати, тут свадьба есть или нет? Ты выяснил? Да, свадьба между демоншей и дняшей. Надо нам лесбийскую свадьбу замутить. Суровая лесбийская свадьба в фере. Кстати, в рифте же можно? Однополая любовь разрешена. Да. Ну, это всё-таки... А, мы на американском играем. Да там по-любому разрешено. Где-то можно найти, скорее всего. Вот и я о том же. Всё, я до тебя уже почти добежала. Да, да, да. Вот вижу где-то... Ты что, в речке сидишь? О, плыви там, я на дне. Погружайся. Я не вру, честно. Я, кстати, здесь где-то ПК-шника замочила. Как раз в этой локации. О, о. О, мне какой-то квест тут дают. Надо срочно взять. Быстрее, бери все. Меня отдавай. Мой квест. The Fiery Emissary. Блин, мой английский. Печаль-беда. Он богоподобен. Я уверен. И испанские, и эстонские боги разговаривают приблизительно так же. Ну да, ну да. Надо теперь выяснить, что мне вообще дали такое. Блин, у меня столько квестов. Откуда я знаю, что где? Escape. Давай это, да. Возвращайся к вопросу, что мы все вроде бы решили. Не, мы ещё как-то в городах что-то нужно прийти и что-то посмотреть. А, ты ещё этого единорога не выручал? Эээ, нет. Я сейчас их избиваю. Кого? Единорогов? Единорогов. Не, ну подожди. Одного единорога тебе нужно не избить, а его приручить. Там ты его добиваешь до 10% хп, и потом жмёшь скилл приручить, и он прётся куда-то. Прётся куда-то? В каком-то пространстве, видимо. Не, ты сейчас что-то другое избиваешь. Сейчас я избиваю дерево, и не знаю, что это. Вот я тебе помогу избить его. Ааа, спасибо. Ещё вот ты ап на уровень, знаешь? Ахахаха, уже шестнадцать. Вот как надо, в папке так делают. Вот я только что поиспользовал, по-моему, пол. А если внутри могу я стан заюзать. У тебя есть стан? Да, вот, смотри, стан, только он ненадолго. Эх, видимо, мне тоже выдадут стан после пятнадцатого уровня. Я буду счастлив, потому что у меня нет вообще станов. Ты же воин, какой тебе стан, нафиг тебе. Фу ты, я воин, а ты лансер. Ну. Или слейер. Ты слейер. Слеерами нафиг станы не нужны. Вы и так жирные. Что значит станы не нужны? Мне нужен стан, потому что меня два пкашника именно замесили тем, что они сразу стан повесили, и всё. Тут они просто умирают, и, по-моему, им совершенно всё равно, как их убивают. Ничего не делают. Просто стоят и булькаются. Ну коньяком, понятное дело. вон вон еще один подожди стой куда идет тебе точно коньяки нужны у меня над ними знак восклицательный висит ну ладно так и быть повлия их ради себя да спасибо он не считает этого уровня выдавая должна мне помогать я хай конечно же уже почти до этого 60 века качалку до банки почти да точно 60 максимум а вроде бы да но кстати недолго не то что в павле 150 уровней а бабочек тебе тоже нужно м да это фейки и дни по пути вот тебе смотря не все станет все я влюбился в моем вашем я в фейк ну вот и только обрадовалась я умею рушить а что-то не забираю смотри-ка что-то и это из not yours потому что их убили так мы же убили наши должны быть это не наши это но еще лежала висела там я не знаю ух 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 на нос ой изнорог ах он зараза блин а я не туда бегу нормально ты по-моему меня избиваешь это вот в мире ну в пати нельзя избивать своих так что все нару ты меня сразу убил о да я шахай а ты веришь в фей смотря каких ну разных каких-нибудь каких ты веришь фей ну в абсент верю абсент это не фея это алкоголь зеленый фей не давай в нормальных фей каких ты знаешь фей зубная все а ты клал зубы под подушку чтобы к тебе пришла зубная фея слава богу у меня мышка наружка по-моему всегда была в россии мышка наружка что-то первый раз слышу ну как же кидаешь зуб из окна из окна у людей еще какое-то зверство мышка тебе приносят новый какая-то она зверская мышка маньяк а не наружка у меня было просто доброе детство кидайся зубами из окна я из окна в детстве кидался льдом от холодильника который мы размораживали да это гораздо безобиднее так в человека попадет всего лишь зуб всего лишь молочный а так в кого-то попадет огромный кусок льда ну какая разница что с крыши упадет что из холодильника упадет чтоб кто-то прицеп я понял ну все тебе уже все или нет еще так кто-то из двух мне уже все мне как мне нужно каких-то людей выискивать каких людей может быть уже сундуки пошли искать тебе сокровища ну я их только что недавно сделала я хочу из сундуки вместе с тобой сделать это так эротично две девушки делают сундуки я представляю себе вот на манеру из призрака или как там он называется призрак по-моему да где призрак фильм какой еще фильм фильм какой там без глины чашки делают только тут будет верстак и сундуки читая такого не видела ну как же ставу пи голберг слушай тоже повторяющийся квест зачем у тебя один из них да а до этого был нет о я только что избивал твоих сородичей и что ты мне дашь квест спасибо тебе а ты видел хоть раз ее ружу посмотри какая она страшная у нее зрачков нету ты посмотри мне оранжевые злые глаза и зрачков нету это и она палец во рту держит она какая-то извращенка ну слушай я не буду говорить что не будь у тебя зрачков и красные палящие глаза ты бы не держал палец во рту может это какой-то защитный механизм от чего от злости от страха от ненависти ты какой-то слишком психолог наши зрители они не поймут тебя меня люди не понимают и так так что это обычное для меня состояние мне все равно нужно поубивать вот этих вот странных чуваков с огромными деревья это походу на везде причем все монстр состоит из рогов это деревья это просто он из деревяшек состоит и глаза по грибы на нем еще растут так берем следующего уже за кто-то за агры давай убьем этого чувака что он тут агрит наших мобов да мы уже показания я не хочу быть злым я хочу поубивать всех тут интересно прокатит мне нет нет на него аккуратнее надо быть игоря надо отключить что отключить антипк а где она антипк 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 звучит очень страшно ты сам сказал что где то есть антипк надо отрубить нет нет неплохо ул процент мне кажется тут флаги есть у нее определенных тех кто на подписке так что их нельзя атаковать наверно в таких зонах ну подожди я покажет никуда который меня атаковал может надо перейти в другую как я люблю вот это вот все и здесь даже не сказано где именно пока включить выключить вот в других игр как все как я люблю оба включить жим пока все можешь избивать абсолютно все что вот именно тут даже непонятно что вообще с другой стороны приятно что есть пока которая нельзя отказаться от пока что тебя может любой запакашить нет ну тогда надо для всех это делать вот так вот кабан давай его убьем смотри может с него чем-нибудь прикольно упадет вот я ощущаю то что кончилась вот эта вот любовь к мобам теперь осталось только убить зарезать вот мне не нравится зафармить он неправильно на меня посмотрел что ты хочешь что ты какой-то железяк собираешь кристалл какой-то пошли его убьем а у меня нет места что ли пошли бы я его скорее я тут одна его бью куда ты делаешь все нормально хорошо ты хорошо справляешься ну блин он тяжелый давай сюда скорее он же мне хп жрет ты справишься ну иди сюда эй я сейчас сдохну ладно ладно успокойся где ты там вообще вот я издеваю его издеваю этого странного клабана вот именно издеваю скорее блин сейчас хп все пожирал все он сдох да пошли добьем ментов мне еще парочку энта по моему осталось или один неважно избиваю ментов она сейчас тебя в этом как мог их что то я зря их согрел так махаха теперь мучайся да господи это буквально хп нету бери вот эту штучку все тебе еще нужно они или нет не все все нормально уже ну вот а я их тут бью да нормально избивай всех всех кто попадется под руку злость накопившиеся за определенное время не у меня сегодня хороший день вообще четкий день у меня сегодня новая клавиатура которую еще не открыла радость веселье удачи завтра 8 марта я праздную со своими родителями надо придумать срочно подарок маме классный день да срочно в ночь с седьмого на восьмого надо придумать подарок на 8 марта я реально думала вообще я хотела подарить какой-нибудь сотовый телефон но они все такие уродские маме точно не понравится она любит маленькие с кнопочками а не то что эти огромные айфоны и вот такой выбрать сейчас очень сложно потому что все вот именно как айфоны делают клоноподобные телефоны не ну не все но все я смотрела на яндекс маркете они все такие новые технологии это я как недавно передачку видел скоро вообще не это телефоны будут как тонкие такие прозрачные фиговинки ну что-то типа фольги я не знаю прозрачные прозрачные ну так еще ладно но тут вот сейчас чем больше телефон тем лучше айфоны они же все чем больше тем лучше это отстой полностью особенно моей маме которые нравятся маленькие телефоны такое вообще не найти этот samsung wave он в принципе такой ну тоже планшет ой планшет все сенсорный но он такой маленький и вытянутый нет вот ей не нравится что сенсорный и она хочет именно такой маленький как женская ладошка без еще пальцев вот совсем просто женская ладошка маленькая ладошка без пальцев представь какие размеры господи кровь кровь в разные стороны блять ею это размер какая кровь маньяшная если найдешь какой этот нокио старый пробивной я помню красные такие были самые популярные среди девушек вот их их что ты делаешь могу справиться своим языком ты пьян ты пьян иди домой иди на диван да в этот воображаемый диван я видела твой воображаемый диван какой наглый какой так люди неправильно поймут какой наглый моп он взял вошел прям в деревню такой просто беспален причем такой красивой походкой как м ч мне совершенно все равно что вы тут я тут хозяин да вот смотри видишь его походку ну прямо вот чисто чуваки не хотите ли вы каких нибудь развлечений порошочков настоящий такой гангстер фу фу не пропагандирую порошочки это сейчас ютубом наказывается не надо я их не назвал это считается нормальным если бы я их назвал это считается пропагандой судя по законам которые написаны для цензуры того вещания а ютуб ну ютуба свои законы кто-то ты медленно тебе их что ли нужно что за скукотище когда уже сундуки будут там такие классные тёлки мобы да успокойся с вами давай уже к ним я просто выискиваю все абсолютно все квесты которые я могу взять а ну спасибо но я как бы зачем ты его сбила махаха должен был принять смерть стоя на месте обойдешься где тут еще такой же толстячок не сбиваем толстячок они заслуживают смерти соответственно очень они заслуживают смерти опа вам встан друзья уже там двоих-троих согрел конечно человек мелочится то тогда я тоже двоих согрел вот вот моих двоих причем не одного твою я краду жирных толстых людей ну я не знаю это люди жирный толстый комки у тебя земли земли это земля ну наверное это вообще такое что-то на земле не очень похоже это земля земля в капотне что ли или рядом с урановой станцией я сейчас понятно с этим где там я забыла с чем там все сравнивают это не челябинск а с чем с черном я понял земля в челябинске настолько сурово что она урановая вот эти челябинс по-моему это крайне счастливые люди Вот этих мне ещё мелких надо... А, кстати, откуда это всё пошло? Почему всё время Челябинск вспоминают? Потому что в нашей Раше был про Челябинский завод, ну, за этим Михалычем. Так мне нравятся там прикольно эти яойные отношения. Ну, да, скажем так. И, в общем, там было то, что челябинские мужики настолько суровы, что бреются ногтем. И вот всё прочее-прочее, и пошло то, что челябинцы... О, они сами идут к нам. Я-ху! Ну, ладно. Могут с доставкой на дом. Куда он убегает от меня? Куда он пошёл-то, посмотрим, поперся от меня куда-то. Видишь? Вот насколько привлекательный мой персонаж, что сразу два мужика за ним побежали. Ну, это мужики... Сука, страшный твой маленький няш, от которого все убегают. Они не могут выдержать присутствие вот этого чудо. Типа, нё, мои глаза. И сейчас он что-то странное делает со скалой. Судя по всему. От безысходности. Ну, видимо, да. Увидел твоего персонажа, я лучше пойду со скалой что-нибудь сделаю. Мой персонаж няша. Да, да. Я согласен. Ну, вы посмотрите на него, как он хвостиком виляет, умильно виляет. Господи, я какой-то огромный стадо фей. Я пойду просто их убью. Это слишком круто, чтобы не убивать огромный стадо фей. Ты извращенец. Одним ударом сразу почти всех. Ты рогатая извращенка. Что значит рогатая извращенка? Живота значит. Огромные стадо фей. Как можно не убить огромные стадо фей? А вообще, феи в стадах пасутся, я не знаю. Я лут пособираю, пока ты там бьёшь мёртвое тело. Еееей. Теперь это уже мёртвое тело. Это уже не земля из Челябинска. Я вот сейчас тут неожиданно вспомнил очень весёлый ролик, типа из Америки. Я там рассказывали про метеорит. И показывают запись с видеорегистратора. А сейчас мы послушаем, как реагирует обычный россиянин на метеорит. Знаешь, там такая тишина, тишина, тишина. Вот представляете, насколько суровыми должны быть русские, чтобы им было абсолютно всё равно на огромный светящийся шар, который летит и взрывается в небе. Ну так и есть.